Глава тридцать четвертая И сказал Господь Моисею Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, И я напишу на сих скрижалях слова, Какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, И предстань предо мною там, на вершине горы, Но никто не должен восходить с тобою, И никто не должен показываться на всей горе, Даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисея две скрижали каменные, подобные прежним, И, встав рано поутру, взошел на гору Синай, Как повелел ему Господь, И взял в руки свои две скрижали каменные, И сошел Господь в облаке, И остановился там близ Него, И провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем Его, И возгласил, Господь, Господь Бог, Человеколюбивый и милосердный, Долготерпеливый и многомилостивый, И истинный, Сохраняющий милость в тысячи родов, Прощающий вину и преступления, и грех, Но не оставляющий без наказания, Наказывающий вину отцов в детях, И в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу, И сказал, «Если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, То да пойдет, Владыка, посреди нас, Ибо народ сей жестоковыен, Прости беззакония наши и грехи наши, И сделай нас наследием Твоим». И сказал Господь, «Вот я заключаю завет, Пред всем народом Твоим Соделаю чудеса, Каких не было по всей земле И ни у каких народов, И увидит весь народ, Среди которого Ты находишься, Дело Господа, Ибо страшно будет то, Что я сделаю для Тебя. Сохрани то, что повелено Тебе ныне, Вот я изгоняю от лица Твоего Амареев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Смотри, не вступай в союз С жителями той земли, В которую Ты пойдешь, Дабы они не сделались Сетью среди Вас. Жертвенники их разрушьте, Столбы их сокрушите, Вырубите священные рощи их, Ибо Ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, Потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог-Ревнитель. Не вступай в союз С жителями той земли, Чтобы, когда они будут Блудодействовать вслед богов своих И приносить жертвы богам своим, Не пригласили и Тебя, И Ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их Жен сынам своим, Дабы дочери их, Блудодействуя вслед богов своих, Не ввели и сынов Твоих В блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздника пресноков соблюдай. Семь дней ешь пресный хлеб, Как я повелел Тебе, В назначенное время месяца Авива, Ибо в месяце Авиве Вышел Ты из Египта. Все разверзающее ложе сна мне, Как и весь скот Твой мужеского пола, Разверзающий ложе сна из валов и овец. Первородное из ослов Заменяй агнцем. И если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов Твоих Выкупай. Пусть не являются пред лице Мое С пустыми руками. Шесть дней работай, А в седьмый день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай, Праздник начатка в жатвы пшеницы И праздник собирания плодов В конце года. Три раза в году Должен являться весь мужеский пол Твой Пред лице владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица Твоего И распространю пределы Твои И никто не пожелает земли Твоей, Если ты будешь являться Пред лице Господа Бога Твоего Три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, И жертва праздника Пасхи Не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли Твоей Приноси в дом Господа Бога Твоего. Не вари, козленка, в молоке матери его. И сказал Господь Моисею Напиши себе слова сии, Ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисею Господа сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова завета Десятословие. Когда сходил Моисей с горы Синая, И две скрижали откровения были в руке у Моисея При сошествии его с горы, То Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами От того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, И вот лице его сияет, И боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, И пришли к нему Аарон и все начальники общества, И разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, И он заповедал им все, Что говорил ему Господь на горе Синаи. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, То положил на лице свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господа, Чтобы говорить с ним, Тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышедший пересказывал сынам Израилевым Все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, Что сияет лице Моисеева, И Моисей опять полагал покрывало на лице свое, Доколе не входил говорить с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok